всем привет доброе утречка все на своих местах я на рабочем месте милиана за уроками как обычно у нас сегодня пасмурно и идет дождь ну тепло как бы но вчера было конечно много лучше поэтому руслан в общем с ночной смены как я говорила спит комнате милены поэтому я продолжаю свой наискучнейший влог в общем тему сейчас мы проходим видите у нас сегодня вот где рабочее место я сюда ноутбук поставила и мы выполняем все задания в общем задание было такое нужно нарисовать но кто польский знает вот вот это задание нужно нарисовать контур человека и отметить на нем места в которых сочетается страх злость сожаление ярость стыд радость и задоварение удовлетворение вот смотрите как милена все это сделала посмотрите я ей ничего не помогала то есть она сама знает что весь страх у нас живет в голове и на самом деле так оно и есть поэтому это все она сама рисовала и я только помогала ей как писать чтобы она сюда правильно записала в правильном склонении записала слова так что вот и очень интересно что к этому же к этой теме например если они проходят тему чувства вот сейчас я покажу вот здесь у них чувство и к этой же теме по математике да было сегодня задание оно принеси мне учебник в общем получается вон он лежит получается что если они проходят одну конкретную тему они ее так скажем полоскают везде то есть не только там прошли и забыли прошли и забыли а продолжают ее изучать дальше сейчас милена ну найди где это 52 вот смотрите значит было задание нужно было решить примеры правильные неправильные ответы и определить пароль и здесь значит мне свои эмоции то есть имей свои эмоции то есть у них идет все вместе один вот этот учебник и если они проходят тему эмоции она все соприкасается с этим с математикой польским и так далее и вот такие задания как раз таки для того чтобы понять все вот эти эмоции еще было задание тоже нужно было найти здесь путь вот от мальчика к маме и здесь значит был пароль что гнев есть зуи то есть что гнев это плохо и нужно было написать почему вы считаете что гнев это плохо вот милена тоже тут ответила почему она так считает в общем достаточно глубокая тема и очень важная на мой взгляд но я сужу со стороны как психологии рассказываю нашу технологию выполнения домашнего задания по польскому сначала милена читает задание мы его переводим в телефоне с помощью google переводчика отвечаем на этом задании по-русски и вписываем это переводчик на компьютере и переводчик на переводит и уже милена вот так вот сидит из переводчика переписывает в этот тетрадь вот у нас тут фраза написана мы ее перевели и милена пишет то есть только вот таким образом мы можем выполнять эти домашние задания потому что это не всегда правильно все переводится я иду к этажине мы сейчас поедем с ней в леруа мерлен мне нужно купить землю чтобы посадить эти семена а ей нужно купить кору чтобы посыпать цветы в общем я в этой маске в розовой я ее каждый раз стираю потом одеваю в общем вот в общем купили горшки землю и то что тут катажине нужно было тоже купить эти щепки в общем ребята сегодня катажина позвонила помните у меня была история когда я пыталась в общем неправильные деньги мы перевели за карты по быту и мы ездили подавали заявление на то чтобы вернуть эти деньги нам сказали что через два месяца мы только сможем это сделать и вот прошло два месяца деньги на счет не поступили и катажина несколько дней вызванивала работников этой налоговой службы для того чтобы узнать на каком этапе находится рассмотрение наших документов ну и в общем в итоге допустили ошибку в моем имени написали меня как ирана ирана иранка так из-за этого все как-то затормозилась и в общем выяснилось то что вот эта ошибка была и сейчас пан эти все документы отправил на рассмотрение на подпись директору потом директор опять передаст ему он отправит бухгалтеру да и бухгалтер уже отправит мне эти пенензы 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 а пенежки это как денежки так это ласково так пенензы 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 ага ну и вот и и купили мы зелень горшки и сейчас будут майские праздники в магазине в леруа было очень много машин в общем и все покупали эти вот и все будут заниматься этими делами и ходят смотрят эти для гриля как они называются гриля ну да и в общем все хотят отдыхать на майские праздники и в пятницу оказывается не будут работать магазины 1 мая поэтому нам нужно будет все купить на ужин у нас будет картошка жареная с чесноком и салат огурчиков соленых в общем готовит руслан в общем мы вышли с миленой погулять договорились с катажиной идем на прогулку видите я правда куртку свою уже убрала все ходят я не хочу русском что никак снять не могу уже другие люди но в общем одела теплую куртку я достала сначала я ее убрала как назло сейчас все повыходили жало ждет милен куртку теплую брала сейчас опять ее достала честь 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 адаш что О, Золушка просует. Катажина пошла детей одеть потеплее, потому что прохладно действительно на улице, и мы пока их здесь ждем. В общем, пришла хорошая новость сегодня, что с 6 мая больше будут работать все торговые центры, гостиницы, что-то 4 мая начнет работать, я сегодня слушала этого, Павла Богданова, он как раз вещал и рассказывал про это, по-моему, гостиницы. Но меня больше интересуют торговые центры, где можно купить одежду, потому что я уже хочу купить обувь, джинсы мне нужно купить, в общем. Соскучилась я по этим магазинчикам. В общем, я с нетерпением жду, когда наступит 6 мая. Вот, смотрите, у нас получается 4 горшка. Раз, два, три, четыре. И мы этими горшками как раз-таки закрыли вот эту, видите там дыра, откуда у нас ковер улетел. И здесь как раз-таки посадим все эти семена. Вот земля, здесь она как раз-таки идет для овощей, то есть выращивать будет на ней классно, там правильный компост с навозом, как положено. И вот здесь у нас будет все расти, 4 таких контейнера. Ну все, ребята, буду заканчивать. Пока-пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok